Сегодня мы поговорим с вами о правильном основании и в начале года, то есть после поста мы идем в этом направлении. Я хочу, чтобы мы открыли с вами первое послание Коринфянам, третья глава, и чтобы мы прочитали с 10 по 13 стих. Мы входим в этот очередной год и для нас очень важно понимать, какой фундамент мы закладываем. Конечно же, это важно не только для этого года, это важно вообще для всей нашей жизни. Но давайте мы сегодня поговорим и прочитаем просто эти моменты, акцентируем внимание, потому что часто, читая даже Слово Божье, мы пролетаем какие-то вещи, допустим, даже если, как мы говорим, физическое и духовное. Мы просто пролетаем вот эту иногда связь, что это взаимосвязано. И когда Библия говорит о служении Богу, как раз служение Богу начинается с чего? Представьте тела ваши. Аминь. Не просто слова ваши, тела ваши в жертву угодную. Аминь. И посмотрите, давайте уже вернемся в 1 Коринфянам, третья глава с 10 стиха. Апостол Павел говорит, я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И интересно, здесь апостол Павел, и вообще мы видим, что во многих других параллельных местах он называет себя строителем. Он называет нас с вами строителями. Он говорит, допустим, от домостроителя же самое главное, что требуется, чтобы каждый оказался верным. Он говорит, домостроитель, мы выстраиваем, мы на самом деле закладываем. С одной стороны, он называет себя строителем, с другой стороны, он называет нас строителями. С одной стороны, он говорит, что он закладывает фундамент. С другой стороны, он говорит, что уже никто не может заложить фундамента, потому что он как бы закладывает фундамент уже на существующий фундамент. Потому что Иисус сам стал фундаментом, Иисус, да, Он говорит, не может никто положить другого основания, Иисус является правильным фундаментом жизни, поэтому сегодняшняя тема проповеди это правильное основание, правильное основание. И мы сегодня с вами поговорим об этих моментах, давайте сразу же перелеснемся с вами в Евангелии от Матфея, 7 глава, и прочитаем подобное местописание, слава Богу, что мы-то с вами знаем, что Слово Божье, оно Бога вдохновено, и что оно записано от одного автора, да, и поэтому мы с вами понимаем, потому что в противном случае мы бы с вами сейчас удивлялись, То есть, как так, то есть, если это сложить, это же фактически получится один текст, они же фактически говорят один, дополняя другого, то есть, тут мы с вами уже будем читать слова Иисуса, да, Слова Иисуса, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои, и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его. Можно мне, пожалуйста, реквизиты с обоих сторон? И смотрите, друзья мои, интересно, что мы видим, что здесь говорится о подобных вещах. Давайте мы с вами просто окунемся и посмотрим, о чем же говорится. В обоих вещах говорится о строительстве, о том, что мы выстраиваем на правильном основании нашу жизнь. Мы закладываем правильный фундамент. И еще одна вещь, о чем говорится же. Интересно, что в обоих местах говорится, что дело каждого, оно обнаружится. Спасибо, братья, за помощь. То есть Писание говорит, что дело каждого, оно обнаружится. Апостол Павел говорит вообще, что каждый из нас, мы проходим иногда в каких-то определенных жизненных ситуациях, так называемые испытания или тест. Как назвать, я не знаю, на прочность, на вшивость, не знаю, кто на что, кто как. То есть какие-то моменты. То есть мы проходим. Интересно, что если бы мы не говорили с вами об этом, то мы бы были нечестными в Евангелии. Если бы мы говорили, что вот когда человек приходит ко Христу, в жизни вообще нет никаких проблем, все радужно, все... То есть Библия черным по белому говорит, что каждый человек проходит определенного рода испытания. И жизнь, она испытана, и дело каждого человека, оно обнаружится в определенных промежутках времени. И там, и там говорится об этом, да? То есть кто на чем строит. И там мы видим с вами, что нет никакого другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А здесь Иисус сам о себе говорит, что тот, кто слушает слова мои... А что же есть слово? Давайте сразу же перелеснемся, чтобы нам, так сказать, создать фундамент не из моего или вашего умозаключения, а чтобы мы увидели с вами и создали картинку именно из Библии, из Писания. Да, давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, первая глава. И давайте, я не буду читать весь этот отрывок, я прочитаю первые два стиха в первой главе Иоанна, и потом 14 стих, хорошо? Сразу же, следом. Вы дома уже можете прочитать абсолютно все. И здесь Писание говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. А 14 стих говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть, посмотрите, слово, слово стало плотью, то есть, фактически, почему Иисус и говорит, кто слушает слова мои, исполняет, да? То есть, фактически, Он берет меня, Он берет мои. То есть, если назвать, это сегодняшнее название проповеди, да? Правильное основание, но если назвать эту проповедь по-другому, то я бы ее назвал таким образом, принеси Божьи обетования в твой Новый год. Принеси Божьи благословения в твой год. Понимаете, друзья мои? Потому что то, что мы с вами видим, вся Библия, таким образом она созидается. Если мы с вами посмотрим, каким образом вообще устраивается, потому что те люди, которые проходили, мужи, герои веры, те люди, которые строили, выстраивали свою жизнь на обетованиях Божьих, мы видим и читаем о них в посланнике евреям, как о героях веры. Те люди, которые выстраивали на чем-то другом, мы видим, что результат... Потому что в жизни бывает очень много и очень часто так, что люди выстраивают свою жизнь на чем угодно. Люди могут устраивать свою жизнь на гороскопах, на каких-то суевериях, на своей собственной уверенности в завтрашнем дне. Люди могут выстраивать свою жизнь на том, что сказала мама, на том, что сказал папа, на том, что сказали учителя о их детях или еще что-то. То есть на какой-то уверенности в людях. Люди живут таким образом. А потом еще разочаровываются. Да, вот как я пришел в церковь, а вот со мной так поступили. Люди везде остаются людьми. И к большому сожалению, к большому сожалению, люди не всегда меняются в лучшую сторону. Такая тишина особенная. К сожалению, да. Ну, а Библия на эту тему говорит четко, да, что проклят всякий, надеющийся на человека. А другое место говорит и человека, делающего опорою своею. То есть это проклятие само по себе. То есть ты не можешь, ты не можешь созидать свою жизнь на твоем имуществе, на каких-то своих успехах, на каких-то своих достижениях. Глупо выстраивать бизнес согласно для христианина, я говорю сразу сейчас, для верующего человека, если ты выстраиваешь на каких-то только своих умозаключениях, нежели на основании Слова Божьего, на основании обетования, которое Бог дает для тебя, благословение, которое Бог дает для тебя в твою жизнь. Почему? Потому что, ну, я повторюсь еще раз, люди могут держаться за какие-то вещи, там, говорить, ну, это принадлежит мне, мне нравится, как пастор Сергей, у него даже в шутках, понятно, что, ну, вот апостол даже в шутках. Иногда шутки жесткие, но он шутит просто с пасторами же в основе своей. Он, да, я помню, как-то там начался разговор такой, все это, он говорит, а что, вот некоторые говорят, вот там, жена моя, он говорит, да какая твоя? Ты, говорит, не проснулся, уже не твоя. Утро, и все, говорит, тапки твои, говорит, то есть, ну, что значит твои? Не проснулся, уже другой в них ходит, говорит, в смысле твои, то есть, ну, как бы. То есть, это же все относительно, понимаете, то есть, люди делают основание, опорою, то, что опорою быть не может. Аминь. Давайте мы с вами посмотрим, мы видим с вами, то есть, во-первых, он говорит здесь четко, показывает нам, что трудности, они однозначно бывают. Бывают у кого-то штормы, землетрясения, и иногда это часто бывает тогда, когда мы, ну, вообще, и мы же даже используем это выражение, не ожидаем, или в неудобное время, или еще какие-то моменты, да, происходят. Но в эти моменты-то как раз и обнаружится, что происходит. Интересно, что, повторюсь еще раз, если мы посмотрим с вами на героев веры, вообще, каким образом созидается Библия? Вспомните, когда произошло грехопадение Адама и Евы, что Бог пришел и дал им? Что он дал им, скажите? Он дал им инструмент, мотыгу. Что он дал им? Кто помнит? Бытие, 3 глава, 15 стих, нам говорит о том, что семя жены поразит дьявола в голову. Бог дал обетование. Аминь. За которое люди веками держались и верили, что придет семя жены, семя жены, которое будет поражать дьявола в голову. То есть обетование. Обетование – это то, что становится для тебя правильным основанием. Понимаете? Это то, что становится для тебя камнем. Поймите, друзья мои, то есть Бог дает нам лишь то, что мы себе дать не можем. Допустим, мы не можем себя сами сотворить. Не можем. Человек не может сотворить сам себе мозги. Бог дал мозги. Вот что дальше человек делает с этими мозгами, это уже его ответственность. Мы не можем спасти себя сами и искупить. Не можем. Бог дал нам спасение. Но дальше Он говорит со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. То есть мы делаем. То есть мы не можем. То есть вот в этом, в этой рутине греха, греха, в этом, простите меня за выражение, проклятом, мире проклятия и так далее, где князь господствует в воздухе, мы не можем найти себе прочного основания. Поэтому Он дал нам основание. Он дал нам основание. И интересно, что вот первая Иоанна, первая глава Иоанна, где Он говорит, и слово стало плотью. Понимаете? Вот это вот основание каменное, оно не происходит единовременно. Хлоп, ты уверовал, и все, и камень. Знаешь, камень такой человечище просто, с большой буквы, все, камень. Понимаете? Нет, оно становится, это целый процесс. Понимаешь? И процесс этот происходит только при том условии, если ты берешься за обетование, за то обетование, которое живо. И действенно, извиняюсь, для тебя. Аминь. Для тебя. То есть, когда ты берешь. Интересно, что... Кто из вас помнит вообще вот обещание Бога Аврааму, что ты будешь размножен, как песок там морской, как звезды на небесах, просто быстро на память. Как вы думаете, в какой момент было дано ему? Ну, конечно, кто помнит вообще, что это было записано в Библии? Когда? В какой период времени Бог сказал это Аврааму? Ну, кто-нибудь, скажите громко. Когда? Я тоже так думал, представляешь? А не так? Не так же, представляешь? Когда ты смотришь. Когда я об этом вспомнил, когда я начал размышлять, я думаю, это же произошло в этот момент. А по факту, знаешь, когда это первый раз случилось? Когда Лот решил оставить его. Лот решил оставить его, а Бог дал ему это обетование. То есть, понимаешь, обетование Бог дает, и обетование помогает мне проходить любые кризисы. Бог пришел ему, когда он хотел принести Исаака на горе, Бог пришел ему и в очередной раз напоминает свое обетование. Понимаете, обетование – это то, на чем ты созидаешь твою жизнь и жизнь твоих детей. Понимаешь? То есть, не важно, что происходит в физическом мире. Физический мир сам по себе нестабилен. Нельзя найти никакой стабильности. Понимаете? Самое стабильное – это его слово и его обетование. Это тогда, когда мы берем его обетование. Мы видим, посмотрите, просто даже начинается бытие, извиняюсь, бытие, деяние святых апостолов, вторая глава. Когда они собираются вместе и когда сходит Дух Святой, что они озвучивают? Кто помнит? Что озвучивают апостолы? Что озвучивают первые ученики? Они озвучивают обетование, которое было дано в книге Иаиля. Да? То есть, они говорят, и как обещано, то есть, понимаете, обетование – это то, что помогает мне проходить вот эти вот все трудности и невзгоды жизни, за которые я держусь. Потому что либо я приношу в свою жизнь на самом деле атмосферу исцеления, атмосферу победы, атмосферу преуспевания, атмосферу, на самом деле, благодати Божьей, либо я приношу в свою жизнь неверие. Потому что обстоятельства, они кричат. Задача сегодня нашего врага что сделать? Украсть, убить и погубить. И в принципе, ему разницы нет вообще, каким образом он сделает это. Некоторые думают, что вот через наркотики, через алкоголь, поверьте, ему вообще все равно. Украдет он у вас душу через большие деньги, через там, у кого-то крадет, не знаю, через алкоголь и там, может быть, через прелюбодеяние, у кого-то крадет душу через, просто, ну, когда человек тратит свое время часами там, на какие-то непонятные игры там, или еще на что-то, разницы вообще нет. Вообще нет. Через что это происходит, понимаете? То есть вопрос, вопрос вот именно фокуса, куда уходит фокус человека, понимаете? То есть если мы посмотрим, допустим, когда я смотрю на жизни некоторых людей, мне, конечно же, ну, ты разговариваешь, когда, допустим, с людьми, которые восемнадцать, двадцать лет верующие, а они там, ну, начинают тебе объяснять, вот, Господь, ну, я не знаю, хочет он меня исцелить, не хочет меня исцелить, хочет, вот, чтобы у нас семья была счастливая или не хочет, любит он меня или нет. Ну, ладно, если это первые два месяца, но если это восемнадцать, двадцать лет, друзья, что-то не так, понимаете, почему? Потому что если ты берешь обетование Божье, есть обетование Божье, их нужно различать, есть обетование Божье, они, они как гвозди, вот они просто, допустим, я и мой дом будет служить Господу, да, вот оно просто, вот оно есть, вот такое, да, и все, и в принципе и не важно, может быть, ты сегодня думаешь, ну, ты не знаешь, что у меня в семье происходит, ты не знаешь, как моя дочь со мной разговаривает, как мой сын себя ведет, ты не знаешь, как, это вообще не имеет значения. Вопрос в другом, на чем ты строишь твою жизнь? На том, что ты видишь, или, а есть обетования, которые даны с конкретного рода инструкциями, да, просто давайте посмотрим на некоторые обетования, посмотрите, вместе со мной, то есть, бытие, не, 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 бытие, это то, что у меня было записано про Авраама, первый раз, когда он обращался к нему, это 13 глава, 16 стих, смотрите, Исайя 49 глава, 15 стих, здесь Господь говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева, своего? Господь спрашивает, ну, если бы она забыла, ну, если бы она забыла, я не знаю, я не могу сказать на 100%, но исследования, психологи говорят, что ни одна женщина, даже самая-самая, что ни на есть падшая, она не может забыть, и даже те, которые оставили при каких-то обстоятельствах, они мучаются до конца своих дней в осуждении то, что они сделали это, понимаете, Господь говорит, что если это происходит, то настолько, насколько надо быть выгоревшим человеком внутри, чтобы вот так вот отнестись к своему ребенку, которого сам и выносил, да, смотрите, а здесь Господь говорит, Он говорит, но если бы она и забыла, то я не забуду тебя, все это выбивает все остальные недоразумения, понимаете, Бог не отворачивается от человека, человек может отвернуться от Бога, Бог не отворачивается, Бог не покинет, Бог не оставит, понимаете, друзья мои, и когда мы строим на его обетовании свою жизнь, тогда жизнь, она приобретает абсолютно другой смысл, я помню, ну, если взять мою собственную жизнь, что мне помогало проходить, это то, что помогает мне до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, да, я не то, чтобы все, у меня крылышки на спине, и я живу уже на небесах, нет, до сегодняшнего дня происходят какие-то вопросы, жизненные обстоятельства, семейные обстоятельства, какие-то трудности со здоровьем, с чем приходится сражаться, может быть, какие-то там, не знаю, финансовые какие-то вопросы, может быть, еще что-то, будь то в служении, будь то в личной жизни, происходит постоянно, и у тебя постоянно выбор, выбор, на чем ты строишь, я помню, когда я пришел, у меня было, как в той истории, ищут пожарные, ищут милиция, то есть искали все, кому не лень, то есть, ну, как бы, и ты не знаешь, что с этим делать, и, конечно же, был выбор, выбор поступать по-человечески, так, как ты раньше был научен, так, как ты раньше это знал, но ты понимал, это абсолютно кардинально противоположные полюса, разные полюса, ты не можешь так строить, я помню, некоторые говорят, ну, как ты так помнишь, да потому что это мой путь, а ты не забудешь свой путь, и даже Господь говорит, помни тот путь, который Он провел тебя, аминь, помни, если я помню, как у меня были разного рода обстоятельства, и я как просто вставал на колени, открывал Библию, искал псалмы, где в те времена, те периоды, когда Давид убегал от Саула, и читал, Господи, все души мои ищут, ну, ты мое прибежище, ты моя защита, и кто-то может сказать, на Господа надейся, а сам не плашай, ну, я свободен от этого, я не хочу таким образом двигаться, я хочу доверять Ему, я хочу уповать на Него, я хочу видеть то, что Он будет совершать в моей жизни, да, я не говорю о том, что я не буду делать ту часть, которая предназначена мне, однозначно, конечно же, но я помню, каким для меня, вот для меня лично, может для тебя это не играет никакой роли, может быть ты это местописание никогда не видел и никогда не замечал, но я помню, я за первые четыре месяца своего хождения со Христом я прочитал Библию, потому что для меня, то есть как бы это было важно, ценно, такой определенный голод, и я там иногда по два, по три часа всего лишь там за сутки спал, читал все свободное время, которое было, но я, конечно же, я не мог все, все уцепить, все там поймать, что записано, я помню, я делился с одним человеком, молился, ну, просил его молиться вместе со мной поддерживать, и он сказал мне, это местописание, это притча, 16 глава, 7 стих был, для меня это был кислород, для меня это было дыхание, когда он мне сказал, потому что для меня это было реальное обетование из Слова Божьего, на котором я потом строил свою жизнь, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним, понимаешь, может быть для тебя это не обетование, может быть оно тебя не касается, может быть тебе сегодня как раз-то нужно другое, Господь целитель мой, может быть тебе это надо, может быть тебе надо, Господь усмотрит, когда ты не знаешь выхода, когда ты ищешь его, понимаешь, где твое обетование, я помню, для меня это было таким кислородом, ну, каким елеем для меня было, когда я видел, как это работает, потому что я помню, у меня в течение нескольких месяцев, у меня уже был просрочен паспорт, мне нужно было менять паспорт, а паспорт нужно было идти получать в МВД, то есть я понимал, у меня там еще куча хвостов, куча каких-то недоразумений, но я просто помолившись пошел туда, и насколько я был благословлен и удивлен, что ко мне вообще никаких претензий нет, что все закрыто, и я знаю, что это не решил вопрос какой-то солидный дядя, богатый папа или еще кто-то, нет, я знаю, что это было сверхъестественное вмешательство Божье, аминь, когда Бог просто сделал это чудо, это было чудом, те люди, которые желали мне зла, спустя некоторое время звонили, звонили и просили молиться за их жизни, за их детей, попросили помочь, приехать служить, проповедовать, это было чудо для меня, может быть для тебя это не чудо, но я знал всю эту ситуацию, и я видел проявление этого слова в действии этого обетования, понимаешь, когда ты берешься за это обетование, я верю, что мы призваны быть той церковью, которая несет атмосферу Божью, которая несет влияние Божье, которая на самом деле может являть царство Божье здесь на этой земле, и когда ты встаешь на его обетование, понимаешь, на его, когда это основание, оно становится камнем для тебя, оно не становится, понимаешь, это не происходит сразу, это не происходит в одно мгновение, это занимает время, и часто люди, они просят здесь, Господи, благослови меня, соверши чудо здесь, потом они что-то у них, там они начали смотреть на какие-то наружные обстоятельства, что происходит вокруг, на какие-то диагнозы, на какие-то заключения, на какие-то поступки мужа, жены, детей, не важно, что происходит, и они уже ушли оттуда, Бог тебя хочет благословить здесь, а ты уже ушел туда, не всегда, я не знаю, как это происходит, я не могу вам ответить на этот вопрос, я знаю лишь одно, что точно не в нашей власти времена и сроки, есть, у меня нет сомнений, что Господь поразил дьявола в голову, и в книге Откровения все записано уже, у меня нет сомнений по этому поводу, но тем не менее, когда мы читаем с вами книгу Откровения, ой, извиняюсь, книгу Даниила, помните, Писание говорит, что когда Даниил начал молиться, помните Архангел, когда к нему пришел, что он говорит, как только ты начал молиться, я сразу же был послан к тебе, но через сколько он пришел, кто помнит, через 21 день, почему так случилось, произошла какая-то определенная борьба в духовном мире, я не знаю, я не могу, то есть я знаю, что не всегда все происходит, в те времена и в те моменты, как мне этого хочется, в ситуации с Лазарем, все удивлялись, говорили, ну чего, Господи, если он его так любил, смотрите, как плачет, любил, видать его, не мог прийти пораньше, что ли, не знаю, как-то вот в его ситуации пришел вот так, что дождался, пока он смердеть начал, не знаю, то есть ну как-то вот так, понимаете, то есть и моя задача, это просто взять его обетование, стоять на этом обетовании, выстраивать, почему, потому что вот это основание, оно гораздо лучше, это зыбкое основание, оно не держит, понимаешь, оно сыпется, приходят обстоятельства, и все, и это уходит, понимаете, просто это уходит, уносит куда-то в сторону, ты берешь это основание, есть обетование, в котором даны конкретные инструкции, да, инструкции, мы читаем с вами, инструкции, мы читаем с вами даже, ну вот обетование, Господь говорит, я запрещу пожирающим, я открою для тебя окна небесные, да, но при этом есть до этого инструкция, какая инструкция, принесите все десятины в дом хранилища моего, то есть и церковь, это не мой дом, это не моя организация, церковь это дом Бога живого, аминь, скажи вместе со мной, церковь это дом Божий, аминь, и Господь говорит, сделай, и понимаете, интересно, это во всем, возьмите обетование, есть обетование для вас, ваше, ваша, ваш кислород, ваш воздух, ваше обетование, знаете, когда мы читаем с вами, еще в бытие говорится, нехорошо быть человеку одному, и мы сейчас видели, молились за семейную пару, за новообращенную, нехорошо быть человеку одному, но Библия не говорит это только по отношению к мужу и жене, потому что человеку в принципе нехорошо быть одному, это неправильно, это нехорошо, это противосоциально, если можно сказать, потому что мы с вами, Мы социальные, мы даже родиться сами не можем. Нам нужна посторонняя помощь и закончить нашу жизнь. Это неправильно, чтобы мы были одни, понимаете? Необходимо. Библия говорит, двоим лучше, нежели одному. И это не говорится только о браке. Хотя, ну, явно семейное служение думает, что только о браке. Конечно. Вот. И двоим лучше, нежели одному. Почему? Потому что когда один падает, другой может поддержать его, другой может помочь ему. И Библия сразу же дает ответ. А как иметь друзей? Как? Может быть, вот ты сидишь сегодня в зале, и ты один. Знаешь, разные ситуации в жизни бывают. Иногда враг навеивает, что ты один. Это часто происходит в какие-то кризисы. Кризисы, да? Я помню, с одним братом, одному брату служил. Он сам служитель Божий. Он проходил какой-то сложный период времени с болезнью. У него было такое сложное, такое чувство, что он один, что он никому не нужен. Вот как только все узнали, что он болеет, все, он никому не нужен, все отвернулись от него. И вдруг потом, когда у меня произошло это, когда я на сто процентов потерял слух на одно ухо, я вдруг понял, о чем он говорит. Потому что это дьявол, это враг души нашей, который тут как тут сразу пытается тебе накрутить, что ты никому не нужен. И вот смотри-ка все. За тебя могут сотни, тысячи людей молиться, могут поддерживать, а у тебя чувство такое. Ты один. Понимаешь? Но когда ты доверяешь Богу, когда ты строишь на Его обетование, тогда ты можешь не только сам проходить эти ситуации, ты другим можешь помогать проходить. Аминь. Другим ты проходишь. Мы видим с вами. И он говорит, кто хочет иметь друзей, ты можешь быть один. Он говорит, будь сам дружелюбным. Дружелюбным. То есть сразу некая инструкция к обетованию. Понимаешь? Если ты хочешь быть дружелюбным для того, чтобы завести друзей, ты их не будешь видеть. Есть другая сторона медали. Ты просто становишься дружелюбным, а спустя некоторое время видишь вокруг себя кучу друзей. Но если ты типа на башне прогадашь, я дружелюбный, а ты чего со мной не дружишь? Так это не работает. Ты становишься дружелюбным. Просто ты воспитываешь в себе это качество. Ты становишься таким. Ты улыбаешься. Аминь. Ты разговариваешь. А если это нормально, ты учишься этому. И спустя некоторое время, я обещаю тебе, потому что это Слово Божье, ты увидишь вокруг себя массу друзей. Массу друзей. Понимаете? Поэтому Господь, когда говорит, Он не сомневается в своих обетованиях. Если мы вернемся сейчас с вами, к тому же в вопросе финансов, Он говорит, если ты делаешь это, Он говорит, испытай, просто испытай меня в этом. Понимаешь? Когда ты берешь, что тебе, какое тебе сегодня нужно обетование? Может быть, тебе нужно исход, 15 глава 26 стих, где Господь говорит, я Господь и я целитель твой. Может быть, понимаете, люди, они способны принимать три раза в день лекарства на протяжении месяцев. У меня у самого был период времени, я чуть ли не 8 месяцев на уколах ежедневно сидел. Просто ты, ну понимаете, как-то легче вот ставить уколы, нежели высвобождать Слово Божье в своей жизни, обетование Божье. Не думали, почему? Да потому что враг, он хочет украсть и похитить. Похитить. Похитить это чудо из твоей жизни. Похитить это чудо из моей жизни. Аминь. Когда ты берешь, берешь это Слово, то Слово, которое сегодня для тебя, которое живо и действенно для тебя, для твоей жизни, и принимаешь его в свою жизнь, тогда ты видишь чудеса. Аминь. Вы слышали эту историю, когда Наталья молилась за меня. Наталья молилась за мое спасение. Я не был ее мужем, я не был в полном смысле ее другом. Я был просто другом ее родного брата. Она молилась за меня. Я помню, были обстоятельства, когда даже мои собственные родители, ее родной брат, то есть мой друг, которые говорили, за него точно нет смысла молиться. Ему точно никто не поможет. Я благодарен Богу, что она могла прийти домой. Да, может быть, разрушенная от того, что я в очередной раз не исполнил какое-то свое обещание, приехать в церковь, или пойти в библейскую школу, или еще что-то. Не исполнил свое. Но при этом прийти и стоять на этом слове не умрешь, но будешь возвещать, как благ Господь. Аминь. Жив Господь. Поэтому я-то, друзья, что я делаю, связанный словами этими, до сих пор проповедую, то есть, ну, как бы, от года, то есть, понимаешь? Понимаешь? В моей жизни я благодарен Богу, что когда-то что-то случилось, что-то произошло, и когда в моей жизни были вот куча вот этих вот ситуаций, вот этих обстоятельств, когда я просто брал Его Слово, просто высвобождал это Слово, стоял на этом обетовании. Поймите, друзья мои, нам нужно, и апостол Павел говорит, и Иисус говорит, каждого дело обнаружится. Смотри, кто на чем строит. Поэтому наш Господь, Он дал все необходимое для нас. Нам необходимо взять, использовать это в нашей жизни, для того, чтобы мы могли с вами видеть Его чудеса, Его славу. Я верю, что мы призваны принести Его присутствие, Его славу, когда мы будем стоять на этих обетованиях, Бог будет совершать свою работу в нашей жизни, и посредством нас Бог будет благословлять жизни других людей. Аминь. Я хочу молиться вместе с вами. В начале года я хочу молиться, я хочу еще раз напомнить, что основание, камень, оно не становится сразу. это процесс. И это всегда, всегда будет твоим выбором. То есть ты либо делаешь это, либо ты смотришь на что-то другое. Поэтому мы проходим, мы проходим разные трудности, мы проходим разные вызовы. Но Писание говорит, каждого дела обнаружится, кто в чем строит. Аминь. Я верю, и я благодарен Богу за каждого из вас. Я верю, что на самом деле мы будем видеть с вами больше и больше чудес. Правда? Я настолько благодарен каждому из вас. Благодарен Богу за то, что я могу служить вместе с вами. Для меня это громадная честь. Прождественский концерт. Я то ли старый стал, то ли что-то. У меня жена молодец, она в этом плане хорошо меня ободряет, поддерживает. Я помню, раз сказал там, что-то у меня какие-то трудности со здоровьем, я говорю, не знаю, по возрасту что ли, она говорит, ну что говоришь, то и получишь. Я так чик сразу, ну понял, смысла говорить дальше, нет, ну то есть, ну как бы надо. То есть, я благодарен Богу, что мы можем друг друга вот таким вот образом, мы не как Анания с Сапфирой, знаешь, Сапфира согласилась вместе с Анания и оба померли. Не, слава Господу. То есть, мы как бы друг друга тянем в этом плане, то есть, помогаем друг другу стоять, понимаете. Я благодарен Богу, что я могу служить вместе с вами. На Рождестве половину, я говорю, концерта, половину мероприятия этого я просто проплакал. И только из-за того, что насколько в нашей церкви потрясающие люди, которые доверяют Богу и насколько жертвенные в служении, вообще в том, чтобы строить и созидать церковь. Спасибо огромное вам за ваши сердца. Я хочу просто молиться вместе с вами, я хочу молиться сейчас за вас в начале этого пути, этого года. Это не только в этом году, это на всю нашу жизнь. Друзья, возьмите обетование Божие. Обетование Божие это то, что Господь дал нам в наши руки. Аминь. Это то, что есть в нашей. Мы берем, мы высвобождаем это в нашей жизни. Мы берем, мы верим в это и мы видим Его чудеса. Мы видим, видели, мы видим те люди, которые брали это обетование, они увидели, они увидели Христа, Авраам, он увидел это благословение, увидел это множество. То есть это чудеса, то есть это Бог, Бог чудес. Аминь. Давайте мы помолимся, Господи, мы благодарны Тебе. Просто как сидите, вы можете склонить свою голову. Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что всякий день мы можем идти с Тобой, мы можем следовать за Тобой. Спасибо Тебе, наш драгоценный Бог и Царь. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам это основание, Ты положил себя в основание, наш драгоценный Бог и Царь. Спасибо Тебе, что Ты, Господи, страдал за каждого из нас, Ты искупил нас по Твоей великой милости и благости. И сегодня мы имеем жизнь вечную, имеем общение с Тобой. И для нас это настолько ценно, Господи Святый. Ты сказал в Твоем слове, что дело каждого, оно обнаружится. Чтобы каждый из нас мы наблюдали, на чем мы строим, на каком основании. Просто, Боже, дай нам эту возможность быть теми людьми, которые выстраивают нашу жизнь на обетованиях Божьих, которые берут эти обетования, применяют свою жизнь и видят Твою славу, видят Твои чудеса. Спасибо Тебе, Господи. Благослови каждого. Просто благослови Божий и яви Твою славу, чтобы мы были теми людьми, где Ты, Божий, являешь Твою славу, где Ты изливаешь Свои чудеса. Чтобы мы могли больше и больше свидетельствовать о Тебе, неся, Господи, Твою славу в этот мир во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok